Практика бытия Мы собрались здесь для того, чтобы вместе войти в необычное состояние сознания. Одна из главных его характеристик – вы перестаёте ждать будущего, чтобы ваша жизнь стала лучше, чем она есть сейчас. Не ждёте никаких событий. Обычное состояние сознания – отсутствие в сейчас. Вы не здесь. Ваше сознание целиком не в сейчас. И поэтому полнота бытия ускользает. Вы ожидаете наступления полноты бытия в будущем. В том, чего на самом деле нет. Будущее всегда входит к нам в виде сейчас. В виде настоящего. Жить в состоянии ожидания настолько нормально, что большинство людей даже не задаются вопросом «как же так? Что происходит?» Такое существование фрустрирует человека. Превращает жизнь в тяжкое бремя. Он ищет то, что не может быть найдено. Он ищет полноту жизни. Надеется постичь сущность самого себя посредством достижения чего-то, что должно произойти в будущем. «Полнота бытия. Наступит день, и я обрету её», – говорит ум. Существует кардинально иной подход. Нельзя попасть туда, в будущее. Можно только быть здесь, в настоящем. Почувствуйте силу настоящего, как мощь бытия самим собой. Ваше существование есть проявление тотальности бытия. Физическое тело – часть его. Но бытие глубже. Физические формы – важная, неотъемлемая часть бытия. Но физическое – лишь временное выражение того, кто вы есть. И оно неотделимо от целого. На нашем семинаре я буду периодически напоминать, что ваше физическое и энергетическое тело – есть лишь проявленная часть вашего сознания. При этом каждая клеточка тела пребывает в полноте бытия. Старайтесь слушать не только ушами. Слушайте так, чтобы каждая клеточка тела чувствовала пробуждение жизненной энергии. Сама жизнь пребывает в каждой клетке, в каждом органе. Сама жизнь. Обоснуйтесь в своем энергетическом поле. Если слушать только умом, пытаясь понять, о чем идет речь, скоро станет скучно. Скука возникнет быстро, если с уровня ума не перейти глубже. Когда вы теряете связь с телом, вы всплываете в ум и начинаете блуждать в фантазиях, в мечтах о будущем, о том, что будете смотреть вечером по ТВ или что произойдет завтра. Минут через десять, как вы просыпаетесь и снова восстанавливаете свою связь с настоящим. Это нормально. Когда я говорю или слушаю, все тело особым образом включается в процесс. Сейчас важно именно слушание слов. Слова, как таковы, дело второстепенное. Они полезные указатели. Суть же учения передается посредством самого сознания, которое я иногда называю «тишина» или «состояние безмолвие». Сейчас в этом зале формируется особое энергетическое поле. Так проявляет себя новое сознание. Очень могущественное, оно не производит никакого шума. Оно тихо и недвижимо. Суметь открыться и почувствовать энергетическое поле бытия, на Востоке его иногда называют «тело Будды». Вот зачем мы здесь. Ум тут не нужен. Впрочем, ум все же потребуется. Но он на периферии. На прошлой беседе ко мне подошла женщина. Она не говорила по-английски, только по-французски. Мой французский не настолько хорош, чтобы изъясняться на нем. Но я уловил суть. Она сказала, «Я не понимала слов, которые вы произносили, но я поняла вас. Поняла через сердце, непосредством ума. Мое сердце поняло. Она была открыта энергетическому полю. Энергетическому полю настоящего. Последнее неуловимо для ума, ибо он не может представить его себе. Нужна обостренная восприимчивость, чтобы подключиться к энергетическому полю бытия. Скука в этом состоянии невозможна. Скука от ума, от разъединенности с жизненностью. Пойманный самим собой, ум не получает достаточно пищи в виде стимулов. Он начинает скучать. Ум нуждается в непрерывном поддержании своей деятельности. Что дальше? Во что еще я могу вцепиться? Что дальше? Что дальше? Умственная активность сопровождается непрерывным беспокойством. Масс-медиа подпитывает это беспокойство, постоянно подбрасывая пищу для ума. По большей части тривиальные сообщения. Непрерывная жвачка. Диктор безостановочно что-то говорит взволнованным голосом. Если вы не знаете языка страны и просто слушаете звуки, впечатление, что говорят о чем-то чрезвычайно важном. Но если вникаете в суть говоримого, обнаруживаете нечто несущественное, почти бессмысленное. Итак, скука признак одождествленности с умом. В состоянии сознания, в которое вы вошли сейчас, скука невозможна. Глубокое подключение к бытию, к жизненности, заключенной в нем, сопровождается радостью от осознания простого факта бытия. Очень тонкое, но очень могущественное чувство радости, которое не зависит ни от чего внешнего. Здесь скука невозможна. Внешнее поведение превращается в выражение этой радости. Вы укореняетесь в настоящем. Вы больше не ищите полноты бытия, как прежде. Поэтому становитесь удовлетворенными. Поиск полноты бытия в событиях, которые должны произойти в будущем, больше не нужен. Вы уже есть те, кто вы есть на самом деле. Целиком и сейчас. Чтобы стать теми, кто вы уже есть, времени не нужно. Оно как раз необходимо, чтобы запутать вас. Потребовалось тысячи лет, чтобы завести человека в современное состояние сознания, в состояние разорванной связи с бытием. Много времени, чтобы развить в человеке эту дисфункцию. И не требуется времени вовсе, чтобы преодолеть ее. Это не событие во времени. И поэтому оно не может произойти ни в каком будущем. Даже если вы вловили лишь проблеск восстановленной связи с бытием, находясь здесь, вы заметите, что все проблемы вашей жизни отступили куда-то на периферии. Они больше не составляют вашего содержания, кто вы есть. На периферии вашего бытия легкое волнение, а в центре полнота и жизненность. Ваше подлинное то, кто вы есть. Никакие CNN, SBC и прочие ТВ-медиа не примчатся делать репортажи, что здесь, в этой точке планеты, явило себя на свет новое состояние сознания. Внешне, в общем-то, ничего не происходит, что вы делаете из этого события. Окей, давайте посмотрим, что тут у вас, сказали бы они. Если бы мы тряслись в конвульсиях и визжали, сюжет вышел бы отменным. Но внешне здесь нет ничего для ума, во что он мог бы вцепиться и сказать «Да, тут что-то происходит». Все настолько неуловимо и при этом могущественно. Важной частью состояния быть в сейчас является внимание к промежуткам, когда я ничего не произношу. Удерживайте обостренное восприятие в паузах между слов. Сохраняя внимание, не ждите следующего слова, следующей фразы. Пробужденное внимание. Оно и есть само сознание. Его фаза, прежде чем оно станет чем-то. С точки зрения ума, сознание выглядит, как ничто. И тем не менее, оно невероятно могущественно, это ничто. Ум говорит это ничто, потому что не может схватить его, не может его понять. Ум формируется под воздействием мира форм. Он рождается из обусловленности прошлым. Мысль тоже разновидность формы. но мы идем глубже, не прибегая никакой особой техники, только используя силу момента настоящего. сознания. возникает в этом безмолвии, в промежутках между слов? чистое сознание, ничем не высловленное сознание. Стоит только прикоснуться к нему, вы тут же переживаете красоту и полноту бытия. Дальше слова не нужны. это состояние можно отыскивать самому и сидеть, пребывая в полноте бытия. В этом и заключается подлинная медитация, для которой не нужна никакая особая техника. Это естественная медитация. Все техники медитации пытаются ввести вас в похожие состояния. Но они, как правило, не срабатывают, потому что ориентированы на достижения во времени. Шаг первый, шаг второй, шаг третий. Если вы полны решимости стать хорошим медитирующим и достичь результата, иногда наступает момент, когда метод как бы отступает на второй план, и вы проваливаетесь в состоянии. Но такое случается редко. А здесь не нужно никакого времени. Это ум нуждается во времени. Лишившись его, он чувствует себя чрезвычайно дискомфортно. он не может функционировать без времени. Удалите будущее, и ум придет в панику. Самое ужасное, что можно сказать человеку, не имеющему связи с бытием, это что его время кончилось, что ему скоро придется умереть. Представьте, доктор говорит, один, максимум два месяца. Почти ничто. Человек начинает глубоко страдать, впадает в отчаяние или спонтанно входит в лишенное времени состояние сознания. Нечто сходное с тем, в которое мы пытаемся войти сейчас, когда время утрачивает свое значение, сохраняя его разве что для особо практических целей. Вы сидите и слушаете и в процессе слушания осознаете энергетическое поле, которое и есть ваше слушание. Вы воспринимаете само бытие, которое делает ваше слушание возможно. В процесс восприятия включено все тело, даже мизинец руки слушает, даже ноги. Целостное энергетическое тело всегда в настоящем. Вы слушаете очень восприимчиво. Удерживайте это состояние. Через какое-то время начнут происходить события. Позвольте им появляться. Шум возникает и стихает. Мой голос звучит, слова рождаются и снова превращаются в тишину. что остается? Обширное энергетическое поле, которое вы испытывали в начале. Оно глубже физических ощущений. Вот. И это оно. Оно пребывайте в нем. Итак, с одной стороны слова, с другой поле сознания. Пространство бытия, в котором слова возникают. Так же, как и все другое. Так случилось, что сейчас говорю я. Если и вам придется говорить, и если вам удастся сохранить связь с бытием, то обнаружите, что слова сами как бы исходят из обширного пространства бытия. Слова приходят, и вы говорите. Они приходят не из обусловленного ума. ум вовлечен лишь в незначительной степени. Он всего лишь придает выражению форму слов. Но само выражение проистекает из необусловленности ничем. Оно свежо, ново, созидательно. Вы тоже становитесь более созидательными, чем прежде. в состоянии подключенности все, что бы вы ни делали, это не вы делаете, а целостное бытие действует посредством вас, используя вашу форму. Вы становитесь связанными с чем-то обширным, значительно более могущественным, чем ваш маленький ум. Да, ум не отделен от бытия, но он лишь крошечный аспект бытия, и если он претендует, что кроме него ничего нет, это иллюзия. Ум подобен пламени свечи, а целостность бытия подобна солнцу. Пламя свечи и солнце близкие родственники, поскольку горение свечи сродни горению солнца. Пламя свечи действительно частичка солнца. Также ум не отделен от бытия, но он, он как пламя свечи, красивое, но крохотное по сравнению с необъятным размером солнца, которое вот уже на протяжении миллионов и миллионов лет питает землю энергией, непрерывный, неистощимый источник. но и солнце, в свою очередь, является лишь частью другого целого. Можно идти глубже. Древним культурам всегда было свойственно поклоняться солнцу как абсолютному божеству. Настоящее чудо лицезреть безграничный неиссякаемый источник энергии, согревающий тело, позволяющий произрастать пищи. Но и солнце является лишь выражением формы чего-то более глубинного и более могущественного. Жизнь, энергия, бытие форм, вся бездна космоса, все проявленные феномены, включая наиболее грандиозные из них, такие как галактики, в которых биллионы и биллионы своих солнц, тысяч раз превосходящих наших. Все это всего лишь выражение стоящего за всем бытия. Непостижимая обширность. Все множество форм возникает и разворачивается во времени и посредством времени. Но мы идем дальше. Все феномены возникают из обширности самого бытия, который уже не форма. Вы не можете охватить его, потому что вы сами и есть это самое бытие. Вы не можете до конца осмыслить его, подобно тому, как пламя свечей не может понять солнце, даже если оно начнет усердно размышлять о нем. Но вы можете быть бытием, потому что вы бытие и есть. Так будьте им, выражайте его посредством своей формы. Занятый добыванием денег, производством товаров и услуг, пытаясь занять достойное положение в жизни, человек не задумывается о бытии. Однако те же самые обстоятельства, но при условии подключенности человека к бытию, изменяются чрезвычайно, потому что нечто более грандиозное, чем вы, начинает выражать себя через вас. Все, к чему вы так упорно стремились, чтобы наконец посредством этого обрести полноту бытия, начинает происходить. Просто берет и происходит, обретает форму. Подключенность к бытию В ходе беседы за эти часы, проведенные здесь, вы получили изрядную дозу подключенности. Если, конечно, хватило терпения, если ум не так уж часто вмешивался со своими вопросами, что такое, о чем это они там говорят, что прежде чем идти дальше, еще раз проверьте, подключены ли вы к бытию. Некоторые из вас уже хорошо чувствуют связь с энергетическим полем тела, что и позволяет им удерживать нужное состояние. Те же, кто не уверен, для начала поместите внимание в какую-либо часть вашего тела. Начните воспринимать происходящее, глядя оттуда. Например, почувствуйте руки. Тут же заметьте, что ум стал менее активным, потому что вы отвлекли внимание от мыслей. Ум перестал получать ваше сознание для воспроизводства прежнего количества мыслей. Теперь постарайтесь развить эту способность удерживать внимание на выбранной части тела. Попробуйте. Продолжайте чувствовать жизнь. Все начинается с такого простого действия. Ум может возмутиться, дескать, это слишком просто. Ум любит все усложнять, ему подавать целую технику. Но это и есть эффективная техника. Чувствование внутреннего тела является началом остановления связи с бытием. Продолжайте удерживать внимание на руках. Даже если вы не научитесь ничему большему, уводите внимание от мышления. воспринимайте энергетическое поле рук. Чувствуйте жизненную энергию. Сначала едва ловимое чувство постепенно разрастается, становится интенсивнее. Как восхитительно ощущать энергию жизни. В таком состоянии болезнь не проникнет в руки. Потому что они наполнены жизнью. Наполнены присутствием настоящим. Каждая клеточка радуется, как бы говоря, как приятно. Я чувствую жизнь. Все клеточки тела танцуют от радости. Им нравится это чувство. Представьте, что вы проделываете все то же самое с вашим телом целиком. Все клетки радуются. Ничто близнетворное не может проникнуть, когда тело находится в состоянии радости и наполненности жизненной силой. Нет нужной ждать, что когда-нибудь это произойдет. Вы уже входите в это состояние. Подлинно революционная трансформация взаимодействовать с миром без накопленного умом багажа, совершенно освободившись от мысли о своем «я», от обусловленности прошлого. Вы движетесь без бремени своего «я», пытающегося достичь полноты самореализации в будущем, ищущего там ответы на свои вопросы и так никогда их не получающим. Поведение освобождается от шаблонов. День за днем вы действовали из обусловленности в прошлом в надежде, что в будущем настанет счастье. Но будущее оказывалось лишь продолжением прошлого, потому что оно все время воспроизводилось в ваших действиях. Лучшее не наступит до тех пор, пока вы в ловушке обусловленности. Удивительно, так легко выбраться из нее, но так мало людей знает об этом. Будто сговорились хранить молчание и не упоминать об освобождении. Так легко стать свободным от маленького, ограниченного прошлым я. Каждый ограничен и каждый всего лишь маленькое я, даже президент. Настанет день и он больше не будет президентом, составится, перестанет справляться с этой социальной функцией, утратит позицию в социуме. «Кто я теперь? Просто старик». Так легко выйти из бесконечных поисков полноты бытия и стремления к светлому будущему, более высокому социальному положению, не ждать больше, что мир назовет вас вип-персоны. Может случиться, что такое произойдет, а через некоторое время люди передумают и объявят вас ничем. Научитесь такой простой вещи, как удерживать свое внимание на руках, и вот вы уже постепенно высвобождаетесь из захвата ума. Я выбрал руки, потому что не сразу получается удерживать внимание на энергетическом поле всего тела. Начните с рук. Очень подходящее начало на первое время. Слушайте жизненную энергию рук и смотрите по сторонам. На меня, на людей вокруг вас. Установится ясность восприятия, которое всегда возникает само собой, когда обусловленность больше не определяет ваше поведение. Удивительно быть свободно. Это совсем не требует времени. Прямо сейчас вы стали свободными. Но состояние свобода еще не устойчиво. Волнение ума возвращается. И тем не менее, вход в состояние подключенности к бытию только в настоящем. Вы всегда можете выйти в свободу, просто настроившись на состояние присутствия в настоящем. Удерживайте внимание на руках, а если можете, то на всем теле. И просто смотрите вокруг. Слушайте. Еще раз. Восприятие чувством, слушание, смотрение, и вы в обширном энергетическом пространстве бытия. Вашему телу это нравится. Оно говорит, «О, как хорошо». Вы подключились к безграничному пространству бытия. Возникает приятное ощущение. Далее рождается чувство, что это не вы смотрите, а нечто неизмеримо более глубокое, чем вы, смотрит вашими глазами. Само сознание ничем не обусловлено. когда вы в настоящем обусловленность прошлым больше не действует. Вы пребываете в присутствии Бога, ибо Он представляет собой необусловленное сознание, чистое бытие. «Все миры рождаются отсюда, все галактики, все на свете». Неужели к этому можно прикоснуться, начав с простого чувствования рук и смотрения вокруг себя? Да, не нужно идти ни в какие монастыри, ни путешествовать двадцать лет по востоку, фанатично практикуя медитацию. Не посещать какие-нибудь курсы, чтобы в конце концов получить малознающий сертификат. Войти в состояние подключенности к бытию так просто. Практиковать можете где угодно и в любое время. Сядьте, почувствуйте энергетическое поле своего тела, либо, если это еще трудно, какую-либо часть своего тела. Направьте туда все ваше внимание. Удерживайте его там. Продолжайте чувствовать и при этом смотрите по сторонам. Слушайте и смотрите. Вы заметите, как постепенно уходят желания оценивать происходящее. Вы больше не стремитесь убежать из него в деятельность ума. Начинайте тотально присутствовать в бытии. В глубине восприятия вы чувствуете жизненность. Вот и весь секрет. В глубине всего приходящего и уходящего вы чувствуете бескрайнее энергетическое пространство. Несколько слов о сознательном выборе. Вроде я решил остановить состояние подключенности к бытию. Глубинные процессы происходят сами собой. И вы ничего не можете с ними поделать. С абсолютной точки зрения возможно это и верно. Но когда вы выбираете то эти процессы выходят для вас на поверхность. Уму кажется что вы действительно решили чтобы они стали происходить. Хотя конечно есть глубина дальше которой человек не может влиять на происходящее. Много раз из всех возможных действий вы будете выбирать выйти из захвата умом. Кажется это ваше маленькое я решает чтобы наступило состояние. Но вы не можете принудить его возникнуть. Оно существует само. Вы только позволяете ему проявиться. С методической точки зрения полезно чтобы человек думал что это он решает быть в настоящем. Когда вы решаете вы замечаете что оно начинает проявляться. Хотя в своей глубине бытий стоит оно само без вас. С позиции я выглядит что это вы заставили возникнуть состояние подключенности. И в этом не надо никого разубеждать. Я и сам часто говорю это ваш выбор. Гораздо полезнее думать я могу это сделать чем я ничего не могу с этим поделать. Останется только сидеть возле телевизора с банкой пива и ждать когда просветление снизойдет само. С абсолютной точки зрения учителя правы что с человеком все только происходит. Но с методической точки зрения такая установка непродуктивна. Вы не отделены от целого и целое проявляет себя через вас. Если вы думаете что это вы делаете что-то то на деле это что-то просто происходит. Оно возникает. Почувствуйте руки или любую другую часть тела. Удерживайте внимание там. Жизненность все тело оживает. что-то Продолжение следует... 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 Желательно дикими. Понаблюдайте, как грациозны движения кошки, как она расслаблена, как все время пребывает в настоящем. Сама ее поза, когда она отдыхает. Многие художники запечатлели ее в своем творчестве. Какая гармония исходит от отдыхающей кошки. О собаке. Несмотря на тысячелетнюю историю своего проживания с человеком, они сохранили свое психическое здоровье. От собак исходит удивительное благополучие, жизненность, любовь, невзирая на то, что происходит кругом. Они радуются жизни, готовы праздновать каждый наступающий момент. Веряя хвостом, они как бы благословляют бытие. Сравните с состоянием человека, который завис у себя в голове в своих проблемах. Он живет в пустыне мертвого мира. В своих беспрерывных концептуализациях, образах, суждениях, генерируемых ложным чувством «я». Так приятно наблюдать за игрой собаки, все время готовой праздновать жизнь. Постоянное чувство благодати, выражаемое через свою отдельную форму. Наблюдая за дикими животными, или, к примеру, за птицами, чтобы по-настоящему видеть их, нужно перестать стремиться все назвать и всему дать оценочные характеристики. О, какая прелестная птичка! Минутку, сейчас вспомню, как ее зовут. В этот момент вы утрачиваете подлинную связь. Вы больше по-настоящему не смотрите на чудо бытия, которое ум тот же хочет пометить как птица или что-нибудь в этом роде. Чем больше внешних признаков вы ассоциируете с явлением, тем более оно умерщвляется. Но подлинное изучение – это бытийствование вместе с явлением, наблюдение за ним при одновременном сохранении связи со своим телом. Как раз то, что мы пытались попрактиковать в этом зале. Вы подключаетесь к настоящему. Вы чувствуете энергетическое поле целостного бытия. И уже оттуда наблюдайте за животом. Слова не нужны. Сохраняйте состояние пробужденности, повышенной восприимчивости и просто наблюдайте, как оно двигается. Любуйтесь его позами. Пробужденность внимания птицы проявляется в ее поворотах головой. У нее нет никакого образа себя. Нет проблем с самооценкой. Нет комплекса неполноценности. Она просто бытийствует. Она занята поиском пищи. Поэтому вертит головой. А затем вдруг взлетает. Она не изображает полет. Она летит. Она не раздумывает, а стоит ли мне перелететь на ту ветку. Что будет, если я перелечу? Что, если нет? Она просто делает это, потому что так проявляет себя и ее целостное бытие. Оно у нее не блокировано, в отличие от человека с его ограниченным маленьким «я», переживающим поток жизни. Когда в состоянии безмолвного внимания вы наблюдаете за животным, вы обучаетесь. Чему оно учит? Пребыванию за границами ума. Жизни в свободе от мысли. Потому что мысли животных – это отнюдь не концепция, это их сознание. И так животное учит состоянию безмыслия. Превосходный учитель, если вы открыты. Но состояние безмыслия, в которое входите вы, с одной стороны, похоже на состояние животного, но с другой – фундаментально отличается. Потому что вы перелетаете назад через тысячи лет. Вы заблудились, но сейчас возвращаетесь в свое изначальное состояние приоритета невинной связи с бытием. Ваше возвращение несет с собой невероятную глубину познания, чего лишены животные. Они еще не расстались со своим природным состоянием. Но мы успели утратить его. И когда вновь обретаем, это уже более глубокий уровень пребывания в природном состоянии. В некотором смысле в этом состоит суть притчи о блудном сыне. Сыне, который жил в доме отца, получил от него огромное состояние, промотал его, много лет странствовал, жил как бродяга, попрошайничал, даже забыл свое происхождение, пока не появился посланник, так в наиболее древней версии, и не напомнил ему, чьим сыном тот является. И сын отправляется в путешествие домой. Вернувшись, любовь, которую он почувствовал к своему дому, была глубже той, чем когда он его покидал. Потому что, когда мы возвращаемся к чему-либо, мы чувствуем это более глубоко, чем прежде. Так и здесь. Человек утратил свою связь с природой, стал использовать ее только для достижения умом поставленных целей. А теперь отдельные люди возвращают свою связь с природой, осознают, насколько она таинственна. Когда вы вновь восстанавливаете состояние подключенности к бытию, это уже более глубокое состояние, чем ваша исходная, бессознательная природность. Вы возвращаетесь, обогащенные осознанием таинственности бытия. Итак, животные учат нас состоянию безмыслия. Но сами они еще до возникновения мысли. А вы выходите за область мысли. Вы пользуетесь мыслью, а не она управляет вами. Вот зачем мы собрались здесь. Преодолеть потребность воспроизводить мысль. Порой мысли бывают необходимы, но большую часть времени они только мешают. Мы действительно подошли к переходу на новый виток эволюции, когда власть ума будет преодолена. Мысль будет по-прежнему использоваться как полезный инструмент, но они перестанут быть навязчивыми. Большую часть времени человек будет пребывать в ничем не обусловленном сознании. Вы будете действовать и воспринимать мир прямо из пространства осознанности, а не из состояния умственной активности. Невероятная трансформация. И так просто. Вот мы находимся в этом зале, а ведь здесь зарождается новое состояние сознания. Без преувеличения событий планетарного значения. В других местах и в других аудиториях оно возникает тоже. Пока что достаточно редко. Но с каждым днем все чаще и чаще. И этого не покажут ПТВ сегодня вечером. Хотя какое еще событие может быть более величественным? Итак, вы подключены к энергетическому полю своего тела. Сохраняйте это состояние. Ум захочет вернуться. Он будет стараться, чтобы какая-нибудь мысль целиком завладела вашим вниманием. Попробуй-ка эту мысль. Напомню ему об этой проблеме на предстоящей неделе. Ум смотрит, удалось ли ему захватить ваше внимание. Поначалу крохотная мысль быстро разрастается. Внимание покидает тело и целиком погружается в мысль, которая незамедлительно превращается в целый поток. Одна подводит к другой, они расцветают пышным цветом, и поначалу крошечная мысль превращается в бурную умственную активность. Мне следует готовиться к предстоящей неделе, а я сижу в этом зале. Что я там делаю? Зачем я пришел сюда? Чем мне это поможет в моих делах? Такое вполне может произойти. Находясь в безмолвии, легко заметить, как это наступает. Вот вы уже в водовороте мыслей. Но проходит минут десять, и вы снова возвращаетесь вниманием к телу. Пребывайте в нем. Теперь вам знакомо состояние подключенности. Вы ощущали прилив энергии на протяжении нескольких часов, хотя на самом деле не было никаких часов. Только один непрерывный момент настоящего. Ваше состояние осознанности повысилось. Продолжайте практиковать безмолвие, пребывая в настоящем. Сначала в простых ситуациях. Встретив друга, скажите ему «хэло» и посмотрите на него некоторое время без всяких суждений. Это так просто, когда вы в контакте со своим телом. Кто смотрит? Ваше маленькое «я» или нечто более величественное, чем вы, смотрит вашими глазами. Больше, чем вы, и все же вы. Само сознание смотрит. Энергия не обусловленной личности. Он безмолвен, а вы просто воспринимаете другого человека. Кто воспринимает? Кто-то ответит «никто», поскольку нет никого, кто бы оценивал и выносил суждения. Это энергетический процесс. Постепенно приходит понимание, что вы не персона, а само сознание. Когда смотрите на мир, как на проявление сознания, вы везде воспринимаете невероятную красоту. Куда бы вы ни направили свой взгляд, вы видите как бы себя самого, поскольку все вокруг тоже представляет собой сознание, проявляющее себя в той или иной форме. Каждый человек, растение, планеты, солнце. В своем самовыражении сознание обретает временные формы. Когда вы наблюдаете из места, которое глубже, чем ваша форма, сознание смотрит и видит себя. Потрясающее чувство, когда куда бы вы ни посмотрели, куда бы ни пошли, вы натыкаетесь на себя, только в другой форме. Я смотрю на цветок, и в глубине чувства, да, это тоже я. Ваша сущность являет себя в миллионах и миллионах других форм. Красота скоротечна, поскольку цветок через несколько дней завянет. Но все же красота неотделима от сознания. Она его внешнее выражение. Другая форма унаследует ее, и будет выражать себя все в том же сознании. Находясь в настоящем, в состоянии безмолвия, в других формах вы узнаете себя. В этом заключается глубинное значение любви. Единственная подлинная любовь это распознание в другом самого себя. Любовь, но не в том смысле, которое вкладывает ум в это понятие. Окей, я должен любить. Гораздо глубже. Не цепляющаяся любовь. И не та, которая плачет по увядающей красоте или по исчезновению форм. А любовь, которая вне конкретной формы. Любовь, которая знает, что это не смерть, а переход из формы в форм. Это не исчезновение как таковое. Вы в подключении к вне временному измерению, где нет ни рождения, ни смерти. Рождение и смерть возникают. Смерть противоположна рождению. Смерть не противоположна жизни. У жизни нет противоположного. Жизнь вечна. Жизнь есть само сознание. И так не жизнь и смерть, а рождение и смерть. Даже если другой, он или она, не знает себя как сознание, попавшее в ловушку идентификации с формой, вы все равно распознаете в нем самого себя. Вы смотрите сквозь умственное нагромождение другого человека. Мы говорим не об исключительном состоянии сознания, доступном редким избранникам один на миллион. Теперь подобное встречается у очень большого количества людей. А все начинается с такой простой вещи, как чувствование рук. Если можете, то целиком всего тела. И смотрение вокруг себя в состоянии безмыслия, без оценок и не интерпретируя происходящее. Невинное восприятие. Все начинается с этого. Не убегание из настоящего тем или иным способом, а погружение в него все глубже и глубже. Это может стать целью вашей жизни, точно так же, как вы ставите перед собой другие цели. Если вы будете метаться в поиске чего-то другого, рано или поздно окажетесь во фрустрации. Если в поисках своей особой цели жизни будете постоянно вопрошать, в чем цель моей жизни, найдется много посредников, которые подберут ее для вас. На индивидуальном уровне она может и устроит вас, но есть более глубокая цель всякой жизни. Трансформация сознания. Цель самого универсума. Он хочет проявляться, и это происходит сейчас. Вот ваша цель, чтобы сознание могло полноценно являть себя посредством вашей формы. Тогда ваша личная цель станет частным случаем, в котором более общая цель найдет для себя новый путь воплощения. Необусловленное сознание может реализовать себя вашей личной цели и невероятно обогатить ее, наполнить жизненной энергией. Кем бы вы ни были, бизнесменом, парикмахером, сборщиком мусора в парке, без разницы, новое сознание может реализоваться в любой активность, во что угодно. Личная цель по-прежнему почитается, но становится частью более могучего целого, проявлением цели универсума. Невероятная новизна входит в жизнь. Может случиться, что и обстоятельства вашей жизни поменяются кардинально. Такое возможно. Или может возникнуть совершенно новое понимание того, чем вы занимались все это время. Качество ваших действий изменится необычайно. Допустим, вы парикмахер и обрели новое состояние сознания. Оно проявляет себя посредством вас. Вы все более и более укореняетесь в настоящем. Все, кто будет приходить, будут встречаться с вами как с новым типом сознания. Каждого вы будете принимать в состоянии открытости, без предварительного оценивания. В дальнейшем люди полюбят приходить к вам. Оставим пока в стороне ваши профессиональные качества, и априори будем считать, что они высокого уровня. Даже если до этого вы были неважным мастером, вы скоро станете им, поскольку в свои действия стали привносить измерения пребывания в настоящем. До этого вы были некудышным работником только от того, что недостаточно присутствовали в настоящем. Больше настоящего, выше качества, чем бы вы ни занимались. во внешнем мире все, что бы вы ни делали, является выражением вашего сознания. чем более вы в настоящем, то есть, чем минимум доминирует, тем выше качество того, что вы делаете. И так вы не только станете лучшим парикмахером, но люди начнут переходить, чтобы просто побыть в вашем обществе, оказаться в вашем энергетическом поле. Если же вы бизнесмен и постоянно озабочены, где достать одно, как продать другое, почему ваши дела недавно шли хорошо, а потом вдруг начались неудачи, все это отойдет на второй план. Вы постоянно будете накапливать в себе энергию за счет пребывания в настоящем. Могущественная энергия станет изливаться через вас в то, чем вы занимаетесь. Вы начнете делать все предельно внимательно и заботливо. Это совсем другая энергия, чем энергия умственного беспокойства, вроде «мне нужно достичь того-то и того-то в будущем». Озабоченность самореализации, боязнь не успеть занять позицию в бизнесе, стремление найти себя, быть собой. Человек надеется, что если все время будет на взводе, то когда-нибудь достигнет своей цели. Такая восстановка генерирует много энергии, но в своей сути это страдание, напряжение, стресс, беспокойство. Так функционирует большая часть мира бизнеса, но так не должно быть. Когда вы пребываете в настоящем, колоссальные потоки идут через вас, но это другое качество энергии, чем в состоянии схваченности умом. Деловые партнеры в вашем присутствии начнут чувствовать себя комфортно, более свободно. Окружающие начнут замечать, что от вас исходит добро. Вы перестанете быть озабоченными результатом, потому что настоящее и так полно само в себе. Все хорошо, всего достаточно. Уже достигнута полнота жизни. Удивительным образом рассвобождается любое ваше действие в мире, где все скованы стремлением приобретения. Я должен достичь то, я не должен потерять это. Это больше не влияет на вас. В новом состоянии сознания вы как бы оказываетесь в состоянии игры. Мощная энергия идет через вас, но вы в состоянии игры с миром форм. Вы понимаете, что весь мир форм увлекательна игра. Вы больше не зависите от того, что одни формы жизни приходят, другие уходят. Игра форм. Активное поведение доставляет удовольствие. Невинное чувство свободы от того, что вы делаете. Вы выполняете свою работу со всей тщательностью, с полным вниманием, но при этом вы играете. Возможно, и наступит один прекрасный день, когда все люди станут жить таким образом. Но когда-то надо начать. Если не прямо сейчас, этот день не наступит никогда. Некоторые уже начали так жить. Возникло новое состояние сознания. Ум не может согласиться с тем, как будет выглядеть мир, если все начнут жить в новом состоянии сознания. Трудно себе вообразить, как изменится сотворенный человеком мир, привычные формы бизнеса, сферы политики и прочее. Если улететь с Земли, а через тысячу лет вернуться к новым людям, живущим в новом состоянии сознания, уверен, что вы бы оказались на чудесной планете, очень красивой и удивительной. Некое воплощение рая на Земле. Невероятно. Красота, гармония. Формы по-прежнему будут возникать и исчезать, но это будет уже несущественно. Однако, если вы вернетесь на Землю в старом состоянии сознания и окунетесь в воплощенные формы нового сознания, жизнь покажется невыносимой. Если вы вознеслись в рай в прежнем состоянии сознания, он бы вам показался адом. Здесь невыносимо. Нет никаких развлечений в том виде, к которому вы привыкли. По ТВ вообще смотреть нечего, потому что старый сорт информации больше не нужен. Ум почувствует себя не в своей тарелке. Через некоторое время вы взмолитесь спасите меня отсюда, если вы в новом мире окажетесь в старом состоянии сознания. Возможно, кто-то уже переживает похожее, сидя сейчас в этом зале. Я много говорил о состоянии присутствия в настоящем. В начале беседы вы вошли в момент времени под названием настоящие, и сейчас, два часа спустя, вы по-прежнему в настоящем моменте времени. Странно говорить такое, но в своем существе это все тот же момент. Однако то, что возникает в нем, меняется. В нашем случае незначительно, поскольку то, что мы здесь делаем, уходит своими корнями возмерения, где отсутствует время. Один из неизменных фактов нашей жизни, неважно, что при этом происходит, это настоящий момент времени. В опыте, разворачивающемся во времени, один феномен остается неизменным. Настоящий момент времени. Он всегда только настоящий момент времени. Но что есть настоящее? Состояние осознавания бытия. То поле, на котором и из которого все происходящее возникает. Стоящее за всем поле сознания. Ничем не обусловленное чистое бытие, глубоко безмолвное, наполненное жизненностью. С точки зрения ума ничто, но при этом полнота самой жизни. сознание. Все феномены проистекают отсюда. Само сознание, прежде чем что-либо произойдет в нем. Непрерывный вневременной фактор в каждом опыте – сознание. И это вы. Бытие является вневременным фактором любого жизненного опыта. Порой кажется, что за жизнь происходит много перемен. Некоторые люди говорят о фантастических трансформациях, как если бы они прожили несколько инкарнаций себя в течение одной жизни. Иногда действительно изменения очень разительны. Но вглядываясь в глубину, за всем многообразием стоит ощущение бытия. И когда вам было шесть лет, и когда стало восемьдесят пять, в глубине одно и то же переживание бытия, внутри которого все это происходит. Чувствование бытия фундаментальное, единственное реальное, с которым следует идентифицировать себя. Оно никуда не исчезает, чтобы не произошло. Оно вневременно, само бытие. Осознайте себя как бытие. Свобода от форм, от «Я». Вы пробуждены, внимательны, присутствуете в настоящем. Какая тишина установилась в зале. Используйте ее. Осознайте ее. «Она продлится недолго, и при этом она всегда здесь, даже если станет шумно. Шум как бы накроет ее, но тишина останется. Настройтесь на восприятие тишины, и вы тотчас окажетесь в состоянии безмолвия у себя внутри, в глубине существа. Моментально вы выйдете из захвата умом. Простое слушание тишины способно освободить от ума, поскольку слышать тишину умом невозможно. Только что я упоминал о животных, как об учителях. Они могут научить жить без ума. Но не только животные. Тишина тоже великий учитель. Тишина дома, тишина на природе. Просто осознайте ее и перенесите внутрь себя. Внутреннее безмолвие воцаряется тут же, как вы осознали тишину. Потому что ум, шум и есть. Используйте тишину как учителя. Вам нужно только открыться. Для многих тишины просто не существует. Они испытывают дискомфорт в тишине. Окей, давайте немного пошумим. Если им это не удается, их ум становится еще более беспокойным. Чем глубже тишина, тем громче ум в своем сопротивлении. и все же так просто. Обратите внимание на тишину. Осознайте ее. Для ума не о чем думать. Ему нечего делать в тишине. Наступает внешняя тишина, и в тот момент, когда вы ее осознаете, внутренняя тишина устанавливается сама собой. Ум не может оценить всю драгоценность тишины. Словно бы неизбывная мощь начинает окутывать вас снаружи и изнутри. Такова любовь в своем самом глубоком понимании. Потому что наступает единость. Помните, любовь есть признание своего единства с другим, узнавание себя в другом. Единство есть любовь. Звучит как поэтическая метафора, чтобы вы могли представить, о чем я говорю. Я просто указываю на это состояние. Тишина наполнена энергией. Иногда говорят, тишиной говорит Бог. Все звуки как плохой перевод с языка тишины. Она ведет гораздо глубже, чем слова. Беспредельная мощь внутри и снаружи. при этом разумность, сама жизнь. Звучит странно, но так оно и есть. Безмолвие всегда здесь. Если оно не здесь, то это вы отключились от него. Оно и внутри, и снаружи. Энергетическое поле тела тоже безмолвно, но при этом оно живое. и только в уме беспрерывный шум многополосного шоссе. Внутреннюю тишину я называю безмолвой. Очень полезно использовать внешнюю тишину как учителя. Особенно тишину природы. Через какое-то время эти помощники вам будут не нужны, поскольку куда вы ни шли, внутренняя тишина уже там. Даже посреди шумной городской улицы в глубине безмолвия. Но пока основательно не укоренитесь во внутреннем безмолвии, очень полезно учиться внешней тишины. Она единственный учитель, который вам нужен. И он у вас уже есть. Не волнуйтесь, если не удастся прочитать ту или иную книгу наставлений. Если вы что-то не посмотрели, не прошли какие-нибудь курсы, достаточно внимательно слушать тишину, где только возможно. Вот и все. Новое состояние сознания будет само воспроизводиться снова и снова. Ум периодически будет вмешиваться, ну и пусть. Все нормально. Вчера вечером я уже упоминал об очень глубоком утверждении из Библии. Пребывай в безмолвии и знай ты Бог. Оставайтесь в контакте с вашим телом так долго, как сможете. Во время обеда, общаясь друг с другом, слушайте из пространства тишины. Просто слушайте. Субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...